В нескольких шагах от станции метро возвышается здание, которое люди стараются не замечать, даже не смотреть в его сторону. Онкологический центр на Каширке. 23-этажный предупреждающий жест. Есть такая болезнь, она подкрадывается незаметно. И вроде живешь, как обычно, а вдруг она уже примастилась где-то и подгрызает, подгрызает все твои устои, привычки, привязанности. Может быть, и мы прошли бы мимо. Не стали вытаскивать наружу свой страх, если бы не судьба доктора Николая Николаевича Траписникова. Он был ученым, блестящим, умным хирургом-онкологом. Он вытягивал больных, часто отводил их от последней черты. А ему, энергичному, сильному человеку, срок жизни отмерил именно рак. Твердый комок опухоли, неожиданный, ненужный, бессмысленный, притащил его сюда, как кричок тащит рыбу, и бросил на эту железную пойку. Вся дружная образцовая семья, вся их налаженная жизнь, безупречная квартира, все это за несколько дней отдалилось от него. И опухоль, глухая, бесчувственная, выдвинулась и заслонила весь мир. Из повести Александра Солженицына «Раковый корпус». Мы решили назвать фильм о бывшем директоре онкоцентра на Каширке «Раковый корпус доктора Трапезникова». И неожиданно получили категорический отпор врачей. Само вот словосочетание «раковый корпус» вызывает какие-то неприятные какие-то ассоциации. И вообще «раковый корпус», я не понимаю, что это такое. Просто фатально звучит «раковый корпус». Безнадежно. Это, конечно, не ангина, но рак – это не фатальный приговор. Я считаю, что так не надо называть его. Онколог, еще повторюсь, должен быть оптимистом, иначе тут нечего делать ему. Он должен верить в то, что он победит эту болезнь. Это мнение, кстати, Николая Николаевича Трапезникова было такое. Вот они, опухшие от собственной значимости опухолевые клетки. Они живут, как хотят, не подчиняясь уставу общежития. Нормальные клетки проходят естественный цикл – рождаются, делятся, погибают. Раковые теряют способность умирать. Они стремятся к бессмертию и превращаются в киллеров. Рак – это болезнь клеточных генов. Гены клеточные. Каждая клетка – это сложнейший компьютер. Я об этом много раз говорил. Есть гены, которые должны сдерживать рост этих клеток. Они сломаны, или эти гены, эти механизмы, и они не сдерживают. Вот клетка расчет, и все. Сегодня ученым уже известно более 500 видов и подвидов генных поломок. Какие-то сбои программы пока непоправимы. Что-то поддается лечению труднее, что-то проще. Но всегда это разгадка самых глубинных законов природы. Это недавнее заболевание, оно равно нашей жизни. Всей. Всей истории человечества и живого мира. Мы вот несколько лет назад описали опухоль скелета у одного земноводного животного, которое жило в Пермский период. Знаете, что такое Пермский период? 290 миллионов лет назад. Болезнь равна жизни на планете. А всерьез взялись за ее изучение только в середине 20 века. Значит, всего лишь одну человеческую жизнь тому назад. Конец 40-х годов. Онкологии еще нет. Пока только опыты, эксперименты, да и те держат в секрете. Над созданием лекарства от болезни работают сразу несколько секретных лабораторий. В одной из них создают противоопухолевый препарат КР. Ставка на него большая. Мы должны первыми в мире победить рак. Этот эксперимент закончился плачевно. Ученых обвинили в разглашении государственной тайны американцам. Они даже стали антигероями фильма «Суд чести» Абрама Роума. Кому хотели бы отдать сокровище науки нашей? Тому, кто размахивает над земным шаром атомной бомбой. Не позволим. Во имя счастья человечества не позволим. Ученых подвергают общественные порки и с позором лишают работы. Между прочим, они еще легко отделались. Потому что в те времена многих врачей и ученых отправляли по этапу. Далеко и надолго. Вот этих, которых арестовали, как раз они и делали главную науку в стране. Вот. Ну, естественно, дыхание им сбили здорово. После этого, самого, так сказать, пребывания в тех местах, куда их помещали, они уже, так сказать, не очень, конечно, науку толкали. В 1952 году на месте секретной лаборатории создается экспериментальный институт терапии рака. Директором назначен известный хирург Николай Блохин. Что делает Блохин? Он собирает вокруг себя опальных физиков, химиков, биологов и молодых, полных энтузиазма врачей. В числе первых – начинающий хирург Николай Трапезников. Блохин заметил этого упорного, способного студента, когда был ректором Горьковского медицинского института. И не он один заметил. Если бы он был так бы ля-ля-ля, болтун или какой-то легкомысленный человек, он, наверное, бы не произвел на меня впечатлений, как серьезного студента. Ну, такие мальчики мне не могли, не нравятся. Достаточно посмотреть на зачетку. Ни в чем себе спуску не дает. Оценка «хорошо» его не устраивает. Только «отлично». В первую очередь привыкали к Москве. Когда народ бежал, тебя толкал, и никто почему-то не извинялся. Я приходила, я говорю, какие-то ненормальные все бегаются, торопятся. Я меньше была занята работой, но Николай Николаевич больше был занят работой, серьезной работой. Николаю Николаевичу всего-то 25 лет. А насколько серьезна работа, он и сам, наверное, не подозревает. Потому что ему, его коллегам во главе с учителем Николаем Блохиным, еще только предстоит понять, что это за болезнь – рак. И научиться ее лечить. Конечно, он всегда знал, что, поскольку все люди смертны, когда-нибудь должен сдать дела и он. Но когда-нибудь, но не сейчас же. Когда-нибудь умереть не страшно. Страшно умереть вот сейчас. Так день за днем вышагивал он по старому полу, но ничуть ему не становилось ясней. Чем же надо встречать смерть? Придумать этого было нельзя. Услышать было не от кого. Все, что описал в повести Александр Солженицын, пережил он сам и сотни тех, кто заболел и попал в свой раковый корпус в 50-е годы. Ответов у врачей тогда не было. Делать первые шаги и легко, и трудно. Легко, потому что онкология – непаханное поле, знай себе, совершай научное открытие. Трудно, потому что онкология – непаханное поле, и надо нести тяжелое бремя первопроходцев. Такой интересный период времени, когда люди, пришедшие из разных профессий, пришли в онкологию и стали онкологами. Трапезников стал блестящим хирургом-онкологом. А значит, ученым, клиницистам, химиотерапевтам. Онкологическая болезнь чрезвычайно требовательна. Это всегда вызов и пациенту, и врачу. Чем больше я продвигался по этой профессии, тем меньше мне хотелось сказать, Миша, ты настоящий врач. Это профессия, где надо все время учиться. Вот, казалось бы, сделаны тысячи операций, да? Тысячи. И все равно ты на каком-то этапе попадаешь в ситуацию, которую ты не проходил, и которую ты не знаешь. И ты должен за нее выбираться. Настоящим профессионалом быть непросто. Еще сложнее – создать школу, воспитать учеников. У Николая Трапезникова такие продолжатели есть. Первая операция обязательно выполнял он. Обязательно. И после того, как он видел, что это все уже можно делать, он передавал это своим ученикам, конечно. Вот после операции, когда вечером и суетом, а то и утром, когда едешь на работу, ситуация неординарная, а как бы сделал он? Спасибо. Обычно. Самое главное, что во время операции он не замыкался. Он оперировал и рассказывал, что, зачем, когда делает. И это нам в жизни очень помогло. И он оперировал очень легко. Легкая рука у него была. Когда оперирует хороший человек, все равно кажется, что это все очень просто сделать. А на этом стоит колоссальный труд. Потому что мы вспоминаем именно те дни, те времена и самые сложные вопросы, которые решались во время операции, и решал Николай Николаевич. Это был феноменальный профессионал. Я думал, что он был блестательный педагог. Вот знаете, педагог силен не тем, что он учит кого-то, а педагог силен тем, что у него все учатся. В 59-м году Николай Трапезников получил грант Всемирной организации здравоохранения и отправился на стажировку в Англию. Несмотря на холод, англичане ходят без головных уборов и многие даже без пальто. В то же время тепло одевают собак. Это первые заграничные впечатления. А дальше. Описание операций. Формулы препаратов. Опыт лечения у них, у нас. Работа онкологических клиник Лондона, Кембриджа, Оксфорда, Манчестера. Чтобы приехать и списать дневник с такими подробностями, таких операций, я была бы счастлива, если бы сейчас у нас вот такая молодежь училась. Кого сегодня удивишь заграничной поездкой? Да никого, если не принимать во внимание дату дневника. 1959 год. Тогда люди, выезжающие за рубеж, были наперечет. Ими интересовались те, конечно, кому положено было все знать. Ну, то, что проверяли, кто он и что он, это точно. Соседи наши в доме, в котором мы жили, рассказывали, что приходили люди и спрашивали, вот знаете, такого тут трапезников живет, вот этажом ниже, да. А что он из себя представляет? Может, я не знаю, может, меня проверяют, просто, может, я не знала об этом. Да, Николаю Блохину приходилось науку совмещать с политикой и дипломатией, чтобы его молодые коллеги одними из первых в стране ездили за рубеж и становились учеными мирового уровня. Одно время меня очень охотно включали в разные делегации, как переводчика, потому что был такой период, когда, например, американцы не давали визы нашим переводчикам. Профессиональным переводчикам они просто не давали визы, исходя из того, что представление, что они все шпионы. А у меня было такое большое преимущество, я была врач. И не шпионили? Не шпионила. Люди, которые поехали за границу, очень здорово отличались от химиотерапевтов, хирургов. Мы отличались от тех людей, которые не ехали туда, потому что мы многое увидели. Я, например, увидел во время своей поездки первый компьютер. Он был размером с эту комнату. Какое время? Атом покоряют, космос покоряют. Страна устремилась к коммунизму. Пора всерьез браться за смертельные болезни. В 62-м году в Москве, в новом дворце съездов, открылся Международный конгресс онкологов. Споры, раздумья, искания. Постоянные спутники онкологии. Пожалуй, ни одна проблема в медицине не вызывала столько предположений и разнореченных гипотез. Прошло всего десятилетие с основания Института Николая Блохина, а его сотрудники стали организаторами беспрецедентного форума врачей и ученых. Научный уровень конгресса, как все конгрессы по онкологии, был очень высок. И русские участники себя хорошо зарекомендовали. Я бы сказал, что у нас были серьезные дебаты, очень серьезные. И этот конгресс положил начало многим исследованиям. У меня до сих пор есть статьи и брошюры со ссылками на Москву, на конгресс 62-го года. Умберто Веронези, основатель Европейской школы онкологии, бывший министр здравоохранения Италии. Именно на этом конгрессе Умберто Веронези познакомился с Николаем Трапезниковым. Возникла идея совместных проектов. Появились совершенно новые направления в изучении и лечении онкологических болезней. И были организованы международные группы, которые успешно работают до сих пор. Их принцип – постоянный обмен опытом, потому что нет онкологии американской, европейской или российской. Мы приехали к дочери Николая Николаевича Трапезникова – Елене. Они с мужем живут в предместе Парижа. Пожалуйста, проходите. Оба – выпускники МГИМО. Так что в семье Трапезниковых хорошо понимают важность международных контактов. Он уже был профессором, возглавлял отделение, очень много оперировал. Ездил по миру, налаживал международные контакты, потому что в то время медицина очень часто играла роль определенной сферы дипломатии. Во многих странах папа оперировался со многими известными хирургами за рубежом. Он говорил с жутким акцентом, но замечательная лексика, у него был очень богатый язык. Но говорил он с таким акцентом, что… Совершенно никогда не стесняясь. Никогда не стесняясь, он говорит, это никакого значения не имеет акцент. Главное, чтобы тебя понимали и чтобы ты понимал. Вот этот бюст Кеннеди достался нам в наследство от Николая Николаевича Трапезникова после его консультации родственников Кеннеди. И вот он остался здесь. Мы, так сказать, его и не трогаем. Очень удачный, кстати, бюст. В начале 70-х к Николаю Трапезникову, онкологу с мировым именем, обратился за консультацией американский сенатор, член невезучей семьи Кеннеди, младший брат президента Эдвард. Его маленький сын заболел саркомой и уже перенес ампутацию. Болезнь надо было остановить. Кооперация международная, она сразу давала возможность людям узнавать, кто, где, в какой стране занимается этой проблемой. И поэтому они привлекли и Николая Николаевича, да. Редчайшей зловредности эта болезнь. Саркома костей или остеосаркома. Она поражает в основном детей и подростков. До 25 лет человек находится в группе риска, потому что он растет, кости растут. Хирург оперирует. Заметил еще какое-то подозрительное место. Появились вопросы. Метастазы? Насколько обширна зона поражения? Кусочек из сомнительной области срочно отправляют на экспертизу. Сейчас таких экстренных случаев уже немного. А в 60-е и 70-е годы было иначе. Но специальная группа всегда занималась этим видом новообразований. И когда Трапезников оперировал или его сотрудники, то это регулярно направлялись вот такие биопсии, срочные исследования. То есть сразу замораживается, и замороженные срезы с блока срезаются. И окрашивать нужно сразу же посмотреть, и хирургу пойти в операционную сказать. Вот то или это батенька, так сказать, и он уже решает, как ему себя вести. Диагноз остеосаркома в те времена был приговором. Редкие случаи исцеления считались просто диагностической ошибкой. Саркома не лечится. Срочная ампутация. Ампутация – это то, что называлось раньше калечащей операцией. То есть человек сразу становился инвалидом. Ему приделывали тяжелый какой-то, так сказать, протез. Он все время, всю жизнь был на костылях и так далее. Из повести Александра Солженицына «Раковый корпус». Кто-то в суматохе с мечом ненарочно стукнул его бутцей по голени. А осенью нога разбаливалась и разбаливалась. Послали по врачебной эстафете в областной город, потом сюда. Как бы не отрезали, как бы не пришлось отдать. Отдать, не отдать, отдать, не отдать. Хотя от этой грызучей боли, пожалуй, и отдать легче. Но если бы ампутация гарантировала будущее? Сыну американского сенатора Патрику Кеннеди повезло. Он жив-здоров. А тогда, даже после калечащей операции, выживало всего 5-10 больных из 100. Вот в чем беда. И Трапезников решает заняться именно этим – редким и роковым видом опухолей. Райнер Котц – президент австрийского сообщества хирургической ортопедии и травматологии. В 83-м году был организатором Конгресса, посвященного сохранению конечностей при лечении опухолей костей. Сообщение Николая Трапезникова стало тогда сенсацией. Он сделал прекрасный доклад, представил обширный материал и интересные результаты. Мы в то время были настроены весьма скептически, сомневались в их достоверности. Но с позиции сегодняшнего дня, а я в то время все доклады публиковал, все они в рамках того Конгресса были изданы. Он привел абсолютно верные данные и представил очень хорошие результаты лечения. Николай Трапезников одним из первых стал внедрять комплексное лечение – хирургию в сочетании с лекарственной терапией, причем нового поколения. Что значило создать препарат нужного действия с минимальными побочными явлениями? Это годы работы с лабораторными животными, выращивание у них определенных опухолей, потом испытания вещества. Годы идут, но гарантий, что это нужное лекарство будет получено – нет. Один очень крупный фармаколог в России, отчел, он говорил, из тысячи мышей не сделать одного человека. Это правда. Потому что опухоли, которые экспериментальные, на которые мы работали, мышиные, они очень дали человеческих опухолей. Это не менее 10 лет проходит с каждым препаратом. Поэтому, скажем, из миллиона препаратов, если 10 дойдет до клиники, это очень хорошо. Как важно выбрать правильную стратегию? Онкологическому институту это удалось. Он превращался в центр, где научная база и клиника работали в тесной связке. Очень большое внимание Трапезников взял фундаментальной онкологии. Это институт канцерогенеза и эксперимента. И поэтому в тот период были сделаны, наверное, пионерские работы, которые внедрялись в клинику. Срок реабилитации все-таки до года. Поэтому функция хорошая, надо нарабатывать. Встань. Саркома костей перестали быть приговором. Безнадежные истории ушли в прошлое. Почти ушли. Сегодня, благодаря лечению и органно-сохраняющим операциям, исход благополучный в 80, а то и в 90 случаях. Теперь эту болезнь с успехом лечат во всем мире. И надо уже поднимать. Да, мы все равно. Хорошо. Хорошо. Удачи. Спасибо. Спасибо. Лето 1972 года. Закладка фундамента нового здания онкологического института. Корпуса строятся на народные деньги. Средства от всесоюзного коммунистического субботника. Сам по себе проект грандиозный. И выглядеть он должен был грандиозно. Как символ устремленной ввысь науки. Вы знаете, что он должен быть? Как красавица. Потому что вокруг, наверху, из бронзы, во всяком случае, или из чего-то такого блестящего, должно быть металлический такой орнамент надет, как шапка сверху на наше здание, вот эту вот, на башню. И вот тогда оно было бы увенчано этой самой короной. Отсутствие короны не помешало институту в 80-м году переехать в новые корпуса и стать тем самым центром на Каширке, который сегодня известен как Российский онкологический научный центр Академии медицинских наук. Хорошее было время и для института, и для онкологии, на которую тогда работала вся фундаментальная наука. Были приняты большие программы, но потом... Рассказать, что потом было? В 91-м. Разруха была очень большая. Здесь по территории центра ездили грузовики, обвалился пандус, заколочен был центральный вход. Нынешнее поколение этого не виделось, забыли это просто. Устоять, выдержать, выжить. Это была задача Николая Трапезникова. К тому времени он уже сменил на посту своего учителя Николая Блохина и возглавил онкологический центр. Конечно, очень непростое время. И очень по-разному пережили это разные учреждения. И вот то, что Николай Николаевич Трапезников очень много усилий приложил к тому, чтобы наш институт сохранился, наш центр сохранился и продолжал развиваться. Это его большая заслуга, конечно. Даже наши друзья говорили, Коля, у тебя главная тема всегда о зарплате своим сотрудникам. Причем сотрудникам не врачам, а вот среднему и младшему персоналу. У него, ну, не знаю, по-моему, все подруги были. Вот сестра хозяйка у него была. Евдокия. Что-нибудь там рассказывают, это Евдокия там что-то сделал. Можно порадоваться за сотрудников онкоцентра и за больных. Они оказались под надежной защитой и пережили годы перемен. А можно пожалеть, что время большого ученого Николая Николаевича Трапезникова уходило на дела напрямую с его профессией и с наукой не связанной. Хотя и это у него получалось. Трапезников более дипломатичный человек, чем я. Он более зрелый в этом смысле. Я более реактивный. Меня всегда раздражает вот негосударственный подход к государственным проблемам. И я с ним спорил, спорил. Но всегда побежал он. Он мне говорил, что ты дурак. Ты просто не понимаешь, какой современный порядок принятия решений бывает. Сегодня онкологический центр – это четыре ведущих научно-исследовательских и клинических института страны. Здесь объединены практический опыт, экспериментальные исследования и самые новые мировые достижения фундаментальных наук. За время, равное всего одной человеческой жизни, в области онкологии произошли колоссальные перемены. Когда я еще только начинал заниматься онкологией, была абсолютная обреченность. Наука была настроена фатально, и все думали, рак неизлечим. Его вообще бесполезно лечить. За 50 лет мы достигли большого прогресса в области лечения рака. Наука совершила огромное количество открытий. Онкология – это одна из бурно развивающихся, эффективнейших дисциплин. Примерно 60% больных всех выздоравливает. Сегодня. А что остальные 40? Тяжело мерить процентами, когда речь идет о жизни и угрозе здоровью детей, родных и близких людей. Но врачи убеждают нас. Многие виды этой болезни уже излечимы. Появляются новейшие технологии и методики диагностики. Ученые учатся работать на уровне генов, использовать в борьбе с болезнью сам организм, его здоровые и даже раковые клетки. Вы знаете, что вакцины спасали человечество не раз от разных инфекционных заболеваний. И поэтому давняя мечта человечества и медицинской общественности создать, если возможно, вакцину против рака. Вот этим занимаемся. В инкоцентре и сейчас берутся за самые тяжелые случаи, которые в оптимистическую статистику не вписываются и которые не по силам другим. Здесь даже с риском для своей репутации борются за жизнь до последнего. Мы ни одного пациента не бросили никогда. Это принцип этой школы, которую зародил в свое время Николай Николаевич Блохин, Николай Николаевич Трапезников. И я также продолжаю эту же школу, поскольку не имею права вести себя по-другому. Да и не хочу. Есть такие выражения. Мужественная профессия. Через руки докторов проходят сотни больных. Лицом к лицу со смертью. Они как-то обесцветились и стерлись сегодня. Но как бы мы к этим словам ни относились, это и есть суть профессии врача. Целая жизнь положена на борьбу с опухолями. Всегда рядом с болью, страданием, со смертью. Это очень тяжело. Это переворачивает сознание. Вот это и есть особенность нашего с Николаем мира. Поэтому его тоже постоянно вызывали. Могли позвонить и ночью. И мы все знали, что это специфика его работы. Но тем не менее, папа уезжал на работу, и до сих пор это продолжается. Он требовал со своих всех сотрудников. Он приезжал первые в семь утра. Перемен в центре много. Но ритм работы тот же, трапезниковский. Все расписано по минутам. Обсуждение результатов лечения. Состояние больных, консилиума, обходы, клиническая работа, научная работа, диссертации, новые статьи и операции. Несколько часов за операционным столом. По большому счету, я построил многое в своей деятельности по тому образцу, который был, конечно, у Николая Николаевича. Режим работы – это трапезниковский. Вот куда ни копни, вот что ни начни, а Катя Николаевича-то начинал. Он всегда проявлял большую-большую активность во всех делах. А если же он за что-то брался, то он вцеплялся в это уже зубами. Вот и доводил до конца. Тысячи вылеченных больных, сохранные операции, отечественная школа онкологической хирургии, лечение меланомы, создание международных союзов онкологов, развитие иммунотерапии – все это связано с именем Николая Трапезникова. А еще он смог отстоять самое, может быть, действенное лекарство от рака. Правду. Практически до Николая Николаевича Трапезникова в советский период это было запрещено. Очень много врали больным, потому что в тот период, первые периоды нельзя было рассказывать о том, какими опухоли у них. Все больные были либо с воспалением, либо с язвой. Понимаете, мы писали две истории болезни. Одну для пациента, другую для, скажем, медицинской части, для архива. Это никогда не идет на пользу делу. Рано или поздно пациент узнает свой основной диагноз, и первое, что у него возникает, недоверие к своему доктору. Николай Николаевич Трапезников своей жизнью провел у нас по всей истории онкологии. познакомил со своими коллегами и учениками, позволил нам зайти в кабинеты, палаты, лаборатории и операционные онкологического центра, который долгие годы был его вторым домом. Вот именно таким все, я думаю, запомнили Николай Николаевич. Вот всегда улыбающегося, смеющегося, всегда очень и очень жизнерадостного. Фамилия Трапезникова происходит от трапезы. Древнегреческого. Да, да. И часто говорилось, что Трапезникову лучше за стол, чем на стол. Вот это такая поговорка была. Что полностью, конечно, соответствует действительности. Потому что всегда дом был полный стол. Всегда все ломилось. Всегда был очень... У нас всегда был народ в доме. Папа очень любил. И я унаследовала эту традицию. Очень люблю принимать гостей. У нас тоже всегда полный стол, полный дом. Быпуху дефицитов. Гостей мы очень любили. Иногда в субботу принимаем, в воскресенье следующую партию. И все это знали. И все наши друзья также принимали, наши близкие друзья. И мы очень часто общались. У него было две стороны жизни. Одна личная. Он был милейшим человеком. Я бывал в его доме несколько раз с женой и дочерью. Он был простым, энергичным. И весь до краев просто переполнен привязанностью. Но было и второе лицо. Он был очень строг в работе. Я видел его в институте. Лидер. Умел настоять на свое мнение. Он был человеком, который мог и надавить. За что немножко пожурить и наказать. Это любимое занятие Николая Николаевича. Пять часов вечера он бы пригласил к себе. У него было такое наказание. Может быть, и не стоит об этом говорить. Если кто-то в чем-то провинился, он наливал ему рюмку. И вот это было... Все знали, что трапезикам наказал этого человека. Он чаще смеялся. Смех был такой заразительный, что я работал на 11 этаже в отделе грудной хирургии, а он работал на 7 этаже. Было слышно с 7 на 11 этаже, что он смеется. Но почему такая несправедливость? Почему меня, онколога, должна настичь именно онкологическая болезнь? Когда я их все знаю, когда представляю себе все сопутствия, последствия, осложнения. Никакой тут несправедливости нет. Басовитостью и отмеренностью очень убеждал его голос. Напротив. Это в высшей степени справедливо. Это самое верное испытание для врача. Заболеть по своей специальности. Из повести Александра Солженицына «Раковый корпус». Ну, что вам сказать. Насчет этого я все очень, к сожалению, хорошо знаю, потому что это я тот человек, который я ему сообщил диагноз. Я по-настоящему понял, какой он мужчина, когда он умирал. И вот я сидел, смотрел, как он себя ведет, и сам себя задавал, а смог бы и я так себя вести, как он? И не мог себе на этот вопрос ответить. То есть никаких жалоб, никаких капризов, ничего, хотя он онколог, прекрасно понимал, что с ним происходит. Этого ему оставалось жить только год, потому что даже операцию, которую ему сделали, к сожалению, уже ничего не изменило. Но весь этот год он работал, ходил с бутылкой химиотерапии и умер он буквально у себя за... Ну, он продолжал работать, остановился, ну, наверное, за сколько? только за месяц. Движется и не движется Вся из лунного серебра, если б знали вы... Он очень мужественно вел себя, никогда не жаловался. Очень... У него, конечно, очень такой твердый характер, и вот передо мной, что мне плохо, я умираю там или что-то, никогда этого не было. Александр Солженицын написал повесть «Раковый корпус» полвека тому назад. Опыт болезни подарил ему мощное желание понять всю глубину смыслов, целей этой жизни. Солженицын оставил память о том давнем времени. Трапезников двигал время вперед. Он стал онкологом, а онкология стала наукой, в том числе, благодаря Николаю Николаевичу Трапезникову. Так каждый из них, писатель и доктор, сделали для жизни все, что могли. КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова